СПОНСОР ВЫПУСКА IQ OPTION Бинарные опционы для каждого. Начни зарабатывать уже... Всем привет, дорогие друзья! С вами Сергей Симонов, и вы на канале Добра и Позитива. Немножко поговорим о прекрасном и о покупках, которые мы сделали здесь в Швеции, Финляндии. Сейчас идем на пароме. Это, в принципе, наша каюта. И настал тот сладостный момент, когда мы хотим поговорить о покупках. Вика, тебе слово. Вот такие сумочки попросила Сережа. Так как мы к друзьям едем, надо какие-то подарки привезти. Поэтому мы привезли вот такие хорошие упаковки. Это, на самом деле, вино. Прованс розовое, а это белое, тоже французское вино. Интересные такие упаковочки сделанные. Как бы здесь по 3 литра. Вино 11 градусов, как бы не сильно крепленное, скажем так. Ну, такие французские сумочки. Да, мне понравились. А то обычные упаковки. А здесь как раз так вот. Ну, это мы купили уже здесь, в Бутефри. Да. Вот так же мы взяли такой традиционный сыр. Видите, тут репейник как бы нарисован. Скажем так, традиционный сыр Брю. Они его разогревают в микроволновке и подают с вареньем на завтрак. Сгусичный. Да, вот купили такой как бы сыр. Там килограмм, наверное. Килограмм веса. Да. Вот тоже неплохой. Попробуем, думаю, наверное, будет вкусный. Так же мы взяли, как всегда, вы знаете, мы любим итальянскую еду. И поэтому мы взяли такой комплект. Вот этих макарон. Ну, это пайна взяли, а это... Вот, и к этим макаронам мы взяли приправку, помидоры и вонгули в Хорватии называют. Это белые такие типа... Ну, типа мидии. Мидии, только раковины беленькие, более такие плотные. Вот, взяли такую приправу. Так же я люблю трюфель. Я взяла бальзамический уксус с трюфелем и такое же масло. Да. Пластик. Поэтому очень удобно для транспортировки. Вот это то, что касается еды. То, что касается сувениров, которые всегда напоминают путешествия, это, как всегда, магниты. Вот такой самолетик нам подарили в Санкт-Петербурге. Да. Очень мне нравится. Я уже знаю, куда я его прикреплю. Позолоченный, красивый. Вот такой я приобрела магнитик металлический. В Стокгольме. Мне он очень понравился. Такой же наподобие я нашла в Дубровнике. К розовому мишке, который в Дубровнике. Я люблю Дубровник. Вот аналогичный нашла. Я люблю Стокгольм. Традиционная лошадка. Этих стран. И, как всегда, Финляндия и Стокгольм, эти страны, они всегда олень. У них символ. Нам оленя тоже подарили, но он сейчас находится в чемодане. В другом, да. Доставать уже не будем. Да, будет возможность. Мы его покажем. Очень качественный сувенир. Да, я думаю, что в ролик не попадет еще. Да, нам его подарили. Такие деревянные кружки. Традиционные финские. И вот такого оленя. Очень красивого. Размером где-то с полметра. Большой, да. И, как всегда, мы были в музее Абба. Это первое, то, что мечта моя, когда я была ребенком. Я переписывалась с болгарской девочкой в ученице. Она мне высылала значок и открытки с Абба. И вот мечта моя сбылась. Я побывала в Абба. Я ее очень обожаю. Золотой альбом мы не стали покупать, потому что он у нас уже есть. Я купила просто хиты. 18 хитов. И вот такой магнитик с Абба. Просто обожаю его. Это легенда. Легенда. Это просто даже без слов начинается какое-то музыкальное трепетание души. Из сувениров мы купили вот такую птичку. Ну, это для нашей розовой кухни. Да. Вы, наверное, догадались, что это для розовой кухни. Это такой тукан, наверное, я даже не знаю. В этом же магазине я приобрела... Такую тарелочку, да. Подносик металлический. Швейцкий. На кухню, да. Вот. И вот из этого набора, это традиционное, хотя написано, что это Денбург, Голландия, да? Да. Различные птички, но мне вот она понравилась. Упакованно, красиво. Вот сейчас я это кнездышко расковыряю и покажу вам сокровище птичку-невеличку. Она в таком мешочке. Да. Игрушка очень качественная, сувенир. У нее вот тут все высовывается, поворачивается. Дерево. Такая птичка, да, качественное дерево. Интересно. Тю-тю-тю. Тю-тю-тю. Прикольные, да. Такие штучки мы любим. Это то, что как бы понравилось. 64 евро, по-моему, да? Да. Швеция, она вся такая консервативная, такие минимализм у них. Очень много музеев современного искусства. Поэтому неудивительно, что все такие фигурки упрощенные. Это не наша матрешка. Была бы наша матрешка такая же деревянная, наверняка бы. Она бы была и золотом расписанной, и кренделями, и перламутром, и так далее. Да, еще бы, конечно, хотел бы отдельно остановиться вот на двух покупках важных таких, да, в принципе, вот. Это странные, дождливые, холодные. И поэтому здесь многие покупают этой же фирмы. Фирма вот эта. Натурал. Натуральный. Компонент. Да, мишка нарисован, потому что мишке холодно. Вернее, ему не холодно, но нам холодно. Мы купили такие плащики себе, потому что вы знаете, что в Черногории тоже дождит. И мы взяли такой, видите, двойные кнопки, чтобы точно уже не ветер, не дождь, не забывался никуда в подворотник. Вот мы взяли такие плащички. Это резко, самый маленький размер. Да. А я взял желтый. Ну, то же самое, только желтый. Я бы взяла желтый, но его не было. Да, то есть еще с размером не попадешь. Да. Были бы такие сапоги, сапог тоже не было наших размеров, поэтому мы вот... Но тут прикол какой? То, что можно застегнуть, короче, рукава, застегнуться весь, и ты, соответственно, не попадаешь в подошву. Там еще такая шапка была, знаете, как для рыбаков с таким козырьком, а сзади так все закрывали. Ну, может, не стали брать уже. Ну, мы уже не стали. Да. Карманы есть. Карманы, все здесь прячется. Да, все на кнопочках, все так удачно, все сделано. Да, и эта ткань. Вот. Не, вот просто мы попали под дождь в первый день нашего пребывания в Швеции, и, конечно, было не камильфо ходить мокрым, все остальное. Ну. Вот такой вот, сколько он стоит? Цена 70 евро. Да, 699, это 70 евро за комплект. Да, с капюшоном, в принципе, удобно. Ну, я скажу вам, вообще страна шеется. Ну, желтый тоже красиво смотрится, да? Да. Вот, и, конечно, сейчас еще Вика дальше расскажет про, по поводу того, что мы взяли к пиджаку к моему, например, и про очки. Да. Вот. Вот такие фенечки есть, интересно, видите, обратите внимание, на пиджаке. Сейчас приблизу, посмотрите. На пиджаке здесь имеется на лацканье такая петелька. Да, да. Поэтому для этой петельки как раз делают такие цветочки. Продают под разные платочки, галстуки, кто на что так любит. На самом деле, нигде такого не видел. Только в Швеции. Ну, в Лондоне мы не были, может, и в Лондоне есть, не знаю, только здесь. И такой же бантик. Любой расцветки. Вот, для рукодельниц, вот, показываю, как это все легко делается. Бантик свернутый вот три раза. Ну, похоже на Этро, да? Да, я такой выбрала специально. Стоит вот эта штучка 20 евро. Ну, что-то так примерно, да. Не примерно, а 20 евро. Мы отдали за 2 40 евро. Примерно так, да. Не примерно, а точно. Да. Вот. И, ну, понятное дело, я люблю эти кофры все. Да, очки. Вот. Тоже, кстати, отдельно надо будет сказать, конечно. Ну, это мы в подарок перее. Как всегда, для любителей Пандоры я взяла Пандору. Скажу, то, что касается Пандоры, плюс-минус одинаково. Но выбора очень мало. Что там? Выбора очень мало. Но это подарок, я поэтому не хочу распаковывать. Вот. Не хочешь? Да. Давай откроем. Вот. Там очень крепко заклеено, будет видно. А, ну ладно, хорошо. Вот. Ну, и взяла кофр для своих очков. Том Форд. Да, потому что тоже у нас проблема такая, что мы постоянно где-то то в ресторане, то еще где-то забываем. Не забываем, но... Эти кофры, да. И вот сейчас вот тоже попали в магазин Том Форд. Соответственно, я говорю, можно купить кофры? Да, без проблем. 10 евро. Не вопрос. Мы не забываем. Просто квартиры разные, очки таскаешь, а положить некуда. Вот поэтому в каждой квартире у нас по кофрам. Тоже правильно, да. Коробочка такая. И салфеточка там все идет, соответственно. Да. Это для Черногории. Я бы, конечно, все-таки хотел показать нашим подписчикам, что тут заклеено. Ну, аккуратно отклеить. Понятно, подарок там туда-сюда. Вот. Ну, я бы, конечно, хотел показать, Вальт. Нет, тут заклеено. Я боюсь, что будет некрасиво. Открывай, ничего страшного. Открывай. Эксклюзивные кадры, ребята. Нет, тут будет некрасиво. Я отклеил. Открывай. Сейчас посмотрим, что там лежит. Потом аккуратно заклеим. Ну, мы просто в подарок делим. О, смотри, видишь, как там мешочек такой, да? А, совсем маленький, да? Смотри. Подвески все маленькие. Да, да, да. То есть у них есть такие браслетики, на которые просто ты одеваешь определенный такой вот элемент. Элемент, да. А это типа как муранское стекло или что? Это не типа, а это муранское стекло. А, все, понятно. С серебром, да? Ну, я не знаю, как Пандора делать. Наверное, посеребренное. Это кто любители Пандоры, они лучше меня знают. Да, да. То есть это элемент, который одевается на... Браслет. Браслет. Ну, вот видите, как. Это мы в подарок делаем. Так что покупки у нас минимальные. Да, на самом деле, конечно, подводя итог, я скажу так, что Швеция страна дорогая. Вообще страна не для покупок. Страна для покупок это Италия, и то в период распродажа это точно. Правильно, да. А Швеция это посмотреть, погулять. Еще с погодой тоже надо смотреть прогноз погоды, конечно, только если все повезло. Ну, а так в целом, вот видите, да, что получилось, то получилось. Вот. Ну, наверное, на этой чудной ноте закончим наш сегодняшний репортаж. Всем добра и позитива. С вами были Сергей Симонов и Виктория. Чао, пока. Субтитры подогнал «Симон»